С 1 января 2018 года в России вступает в силу целый ряд федеральных законов и постановлений правительства. Улправда выбрала самые важные изменения в законодательстве, касающиеся в том числе и жителей нашего региона. Малообеспеченные семьи получат дополнительные пособия за рождение первого и второго ребенка. Соответствующее пособие будет выплачиваться с 1 января семьям со среднедушевым доходом, не превышающим полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе. Программа материнского капитала продлена на три года, а также расширяет перечень целей, на которые эти средства можно потратить. Так в перечень попадает дошкольное образование в ясельных группах. С 2018 года минимальный размер оплаты труда повысится до 85% прожиточного минимума, а в 2019 году они сравняются. При этом в законе предусмотрено, что в случае снижения фактического прожиточного минимума величинам рот уменьшаться не будет. В 2018 году минимальный размер оплаты труда составит 9 489 рублей. Повысятся пенсии и зарплаты бюджетников. Пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%. Величина индексации в 2018 превысит уровень инфляции. Также с 1 января оклады госслужащих, дипломатических работников и служащих сферы юстиции увеличатся на 4%. Настолько же будут повышены оклады военных, сотрудников внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы и таможенных органов. Повысятся и зарплаты бюджетников. Ставки акцизов на литр автомобильного бензина и дизельного топлива будут увеличены на 50 копеек. Такая мера принесет бюджету 55 миллиардов рублей дополнительного дохода. Также с нового года увеличатся ставки на сигареты и табачные изделия. В России появится так называемая телемедицина. До этого врачам приходилось оказывать соответствующие услуги фактически на свой страх и риск, пересылая по почте результаты анализов, копии выписок и заключений. Информатизация здравоохранения позволит перейти к выписке электронных рецептов, а данные медицинских карт пациентов, внесенных в систему, сможет просмотреть любой врач, к которому обратится больной. Государственные услуги предоставят без привязки к месту жительства. Подавать запросы, документы, информацию, необходимую для получения госуслуг, теперь можно будет в любом подразделении федерального органа исполнительной власти или в многофункциональном центре, вне зависимости от места жительства или пребывания. Сироты, чьи родители неизвестны, или так называемые подкидыши, начнут получать социальную пенсию. Размер выплат составит 10 068 рублей в месяц. Новый вид социальной пенсии будут назначать тем детям, кто был найден или оставлен матерью, не предъявившей удостоверения личности. В России появится реестр госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия. В этой системе сведения о чиновниках-коррупционерах будут храниться в течение пяти лет. В реестр будут попадать чиновники любого ранга, в том числе государственные служащие высшего уровня, работники прокуратуры, Следственного комитета, таможни, пожарные службы, представители Центробанка, а также должностные лица госкорпораций. С 1 января вступил в силу запрет на производство и продажу слабоалкогольных напитков, содержащих тонизирующие вещества. Речь идет об алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15%, исключение производства для экспорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова